и вот очередной раз мы приступаем к дегустации пенного и которая не будет связаны ни с какими не с охотами не с маргиналами не с бриганами не с брюлями никакими как олями ты сказал как олями это ты сказал какой этого режиссера это имел ввиду и французского режиссер это оператор в оливье каколь который снял фильм тусовка с вампирами простите полакомился китайцам а я их не переношу извините что будем делать кто-нибудь знает как можно избавиться от этих чертовых вампиров в бафи им вгоняли кол в сердце забавно но ты не знаешь где нам найти колья у меня есть это нужно в сердце а это не поможет может помочь кто-нибудь хочет попробовать не так нельзя мы же не можем в садить им это в сердце мы ведь не чудовище ухажите неженки давай сюда о вампирах кстати о вампирах да кстати о вампирах и вот сегодня будет такой вампирский охмеленный лагерь юра просто как дед мороз нашел и привез мне то что я так так страждала хотела и о-о-о-о-о все я в униформе для распития хопи лагера секси на найс вампирского лагера называется это кстати глэм глэм а группа это играет как правило глэм вроде казалось что это готика ну это что-то на грани вообще всего и довольно серьезно кстати дохрена народа считает что секс на найс это что-то типа сродни хима раз мусы и так далее и вообще короче зашкварно это все слушать и так далее так вот шлем их всех на известный адрес потому что секс на найс абсолютно не вписывается во весь этот котел псевдо готики как мы привыкли считать да вот потому что секс на найс вообще они немножко не серьезно относятся к своему там трушному имиджу но при этом делают просто охренительно атмосферные треки и вообще всем рекомендую это слушать и насколько охренительно атмосферные пиво еще проверить вот казалось бы какое отношение к вампирам уже по свету видим что это крови там нет крови нет крови нет но может по вкусу будет ну это хмеленый лагер как нам и было заявлено чтобы как будто фруктовые ноты то есть это вот не по хмель не и вот это тут старые пушки и такой традиционный а из современных милей ну те которые вот в америке сейчас выращивают под ньюингланд но я так и знала что ты сейчас равнишь ньюингландом но действительно есть что-то такое потому что прям на такое цветочное прям вот это отличается от говно пятерки какой-то ну лагерь то есть это не просто лагерь нет конечно нет во-первых он нахмеленный это очень заметно и ты чувствуешь градус что он чуть-чуть выше чем обычным не знаю я прочувствую хорошо чувствую очень приятно 55 как здесь заявлено их не ощущаю но 55 я не ощущаю в принципе если не говно спиртом разбавленная тоже бывает 55 это просто спиртная какая-то штука и она достигается не посредством того что что-то сварил а как будто просто есть смысл достигать 5 5 посредством до вливания спирта зачем тогда вообще эти 5 5 нужно я не понимаю ну вот падишь ты и существует ладно там до восьми с половиной гнать как бы до спиртягой но опять опять это зачем нет существует такие варианты как мне кажется что здесь ты покупаешь пиво за 30 рублей то это ну не варил никто пиво за 30 рублей у даже не варит вопрос смешивают ну я так считаю с чем ну что-то с чем-то там что с чем-то добавим бояры короче я могу сказать честно говоря мне не нравится запах вообще не нравится мне нравится вот и по вкусу ну короче ребята волшебства не произошло ну слушай но глэм это все такое блестки это не знаю что здесь гламурного в этом мире я не очень гламурный запах цветочный вот он я не знаю я просто так ожидала что прям вот что это будет так ассоциироваться у меня с творчеством группы сексена на есть что это будет что-то такое вау он тоже я сорока я на этикетке заведусь у меня еще очень легко купить у них баллады же есть уже есть баллады нет у них нет баллад баллад нет к сожалению нет нет будем искать есть унылые песни про брендан ли там вот это все но прям балладами чтобы нет они наоборот у них ранее творчество вообще было максимально рок-н-ролльная то есть она была даже там даже готик это не пахло в принципе то есть там прям вот такой был бодрый короче такой даже немножечко с нотками хэви какого-то ну как раз таки глэма собственно вот но это все равно не похоже не на один альбом секси най найс к сожалению а похоже это сейчас я раз глотнул искать мужик ассоциации переходим быстро короче ассоциируется это из-за вот этой цветочности всей с какими-то майскими праздниками майскими днями после школы вот в юности короче вот что-то такое а в юности в такую теплую погоду мы слушали все время какой-нибудь дистемпер или вот что-то такое вот ну не знаю мне это на так вот мне такое пивло прорывает ностальгию какую-то то есть никаких могильных вот этих вещей прям да вообще не эту хотела бы я но мы кстати знаешь как делали короче в юности когда были ни хрена себя трушными годами мы белое вино 50 на 50 разбавляли своей кровью короче мы пускали себе кровь из вены вот и это x первый раз жизни напилась и проломил головой тумбочку в коридоре вот кстати был офигенно вкусно потому что кровь соленая а вино на такое терпко это отсюда у тебя страсть крафту уже тоже появилась да делала крафт когда это не было в инстримом так уж идут и очень страшно и стеклянная бутыль я понимаю же стеклянная бутылка с эликсиром бессмертия но а по оценке что могу сказать у учитывая что это действительно похоже на нью-ингланд который я честно говоря не очень люблю я оцениваю тогда это на 6 баллов по шкале но по которой я не скажу а ты там конвертирует подаю питание и он начинает считывать ну а что ж я тогда поставил бы по своей пятибальные шкале согласно шкале тапка ну такой лагерь ну не знаю ну четыре прям четыре точно никаких вампиров конечно нету но у меня как это остаться может с рок-балладами какими-то ну какой ну самое что вертся с цветочными рок-балладами ну какой-нибудь там если поздно вот что-то получится найти как считаешь это пока да ну блин если как заявляют кстати пивовары кавана в своем инстаграме это пиво было выбрано и сварено с непосредственным участием группу секс на айс были ну юрки ну ты чё блин ну ты серьезно бы не мог выбрать покруче и поприкольнее ну типа блин что-то такое прям из себя не знаю какой-нибудь сумасшедший кисляк а кстати я об этом не подумала а вот под цвет ну блин может он такой же провокатор как вот моргин что слушай если у него моча цвета крови единорога ну какая-то белая перламутровая то тогда я готова в это поверить потому что цвет кстати я не знаю видно там на видео ли не видно но как будто бы просто в обычный лагер добавили что-то белое он немножко да он немножко прям такой белесый короче белес и хмелью этот современный цветочный он такой как лапулину цвет красивый но опять же повторюсь мне запах например мне не понравилось ну хорошо но если здесь у нас как бы произошло некое разочарование у кого как то существует еще вот охмеленный лагерь теперь уже доступны более чем так как продается в сети магазинов мяснов ну вот так не мы обычно его покупаем да просто не будем выдумывать мы просто это пиво уже пробовали охмеленный лагерь от литовцев латушей как правильно подожди это не латвийское пиво литовское пиво какая разница две разных страны чем они отличаются друг от друга я не знаю надоело умничать понятия не имею короче ничего про это пиво я часто покупаю линейку вот этого литовского пива но в знать о нем ничего не знаю но называется вольф вольфос энгельман наверное какой-то очень крутой чувак и не знаю что он сделал для литвы недорого вот это недорого это обычно вкусно прям вкусно сразу не сказал что вкусно потому что тебе когда меньше 30 долларов за блюдо не вкусно на цвет цвет вообще не диаметрально вообще отличается от того что перед этим пили он янтарного цвета но очень выглядит как эль он даже как будто бы по плотности вот так вот когда в стакане делаешь ощущение что это и что это не какой-то мне охмеленный лагерь я забыла какой на вкус поэтому вкусный я не знаю почему это охмеленный лагерь но это про очень похоже на и причем особенно похоже знаете на кого или на и спидфайр это название короче английского пива линейку которого я очень люблю мне очень нравится у них и паха и мой самый любимый дабл стал шепардовский тоже их и вот у них есть спидфайр блин это капец как на него похоже спидфайр это группа такая еще было до группа такая была над какой-то кукольный поп-панк по-моему с не ошибаюсь ну старая такая ну я же права кукольный поп-панк подожди старая такая это не ответ бумерская поп-панк для бумеров ужасно просто звучит просто омерзительно работа но бог с ним с поп-панком что касается пива мне нравится я вообще отошел от этих лагерей открытие ты сам скажи мне ты сейчас лагерь пьешь или нет или ты все-таки пьешь эльчик со всем твоим опытом распития лагерей ну слушай у меня нету опыта распития лагерей просто мы всю жизнь вот всю жизнь пили лагеря потому что больше ничего не было больше ничего не было а был еще темное вот темная она вот если закрытыми глазами может какой-то вообще прям баланс между лагерем и чем-то темным потому что темное было это не стал а темное это было часто от называют браунель тоже сейчас называют браунель вот в былое время это перестали делать было и мне эти пивоварни из халовны предлагали попить пиво которое по гостовским стандартам варил сталин сталин варил пиво на секундочку по их мнению и завел гост на спасибо тебе русский народ за доверие в этой парадигме возвращаясь получается к пиву который мы пробовали вот ранее то есть по сути дела вот эти все группы вот это все такое это маркетинговый ход ровно как и то что сталин какое-то пиво варил глобальное наебательство глобальное да блин да конечно от маркетинговый ход как я уже об этом говорила что я просто очень падкой на этикетке и на все это все всякое там красивенько и так далее до что поставить красивую баночку себе на кухонный на кухонную полку я при вообще я вижу красивую банку все мне же там пофигу что написано я беру купить меня очень просто но на удивление кстати обратим внимание что всякие вот такие вот этикетки блин мне нравится вот это нравится мне да здесь у нас это давид почему-то порезанный пополам непонятно почему но в общем привлекли внимание сразу и до сих пор я покупаю почти всю линейку которая у нас у них есть а еще по цене по какой да а по какой кстати что ты не говоришь ну вот получается по со скидкой я вас обычно скидками не пользуюсь но тут грех не воспользоваться 3 плюс 1 блюж 3 до греш 3 эти еще одну подарок получается по 100 там 110 рублей слушай ну это грабеж среди белого дня а вы сколько думали для мейнстрим пивла которая при этом хорошего качества и это просто но я бы не сказал что это мейнстрим возможно что какая-то такая и опять же вольфас они же и в пятеру заходят но в пятеру везут именно браунель и не берется что какие-то изыски из линейки потому что ну блин ну там потребитель на потребители основные пьют лагерь лагерь и это понеслась эта вся катавасия как тоже ранее немножко было сказано с великой отечественной войны этот проклятый гитлер которого мы ненавидим он вот этот все допустил и все вот это так сделал а до этого было прекрасно пиво разное отличное что они ничего пьем вкусно говорю вкусно очень говорю вкусно это возвращается что называется давно забытой традиции где-то в старых сундуках откопали рецепты их значит как бы пивовары пробовали пробовали много чего не получалось выливали свиньям собачьим а потом что-то получилось и вот в веснов вот и мы тут такие нам привезли лагерь все охмелены из самой нам поставить нам делаю на для нас сделаю лагерь и давай давай ты ассоциацию какую-нибудь ассоциация ассоциация у меня с ну блин она просто уже прошла короче это длинная цепочка были дурацкая которая мне все время это сложно почему-то в лопу мне всегда это очень долго она прошла до спидфайра короче спидфайр у меня ассоциируется с первым грандхаусом который был открыт и а он у меня ассоциируется с группой геттен сик хорошая группа хорошая группа вот вот отличный ребят у нас играли концерт мне вы запали в душу и именно я просто помню хорошо именно в концерт я заливала спидфайром потому что только поставка пришла оценочку поставим оценочка не я сейчас шкалу вполне себе могу позволить новую какую-нибудь будет восьмибальная сейчас вот сейчас мне такое настроение женщина имею право за хорошая восьмибальная система значит ставлю этому пиву оценку 7 все в нем хорошо и прекрасно даже этикеточка с давидом и в цветочках кстати вот цветочки должны были быть на той банке но они почему-то на банке с давидом у кому чё кому ничё вот ну а у меня значит ассоциации как таковых нет но придется что-нибудь выдумать да юр давай пиво мне понравилось лагерёк лагерёк ну не знаю ну шансон то нет ну а нет дожди а кто же это такой а бисеркиров а бисеркиров есть прекрасный исполнитель вот прям цветочный лагеря прям поток под бисеркирова идут на ура что сам придумал название исполнитель а потом ставить видео как вот вообще ноунейма и все думают что это то что только что сгенерировал оценку такому лагерю четыре с половиной полюбасу достаточно высокая лагерь хороший в какой шкале то по пяти бассейн 4 с половиной очень хорош мне нравится мне нравится это потому что ему сто семьдесят а люди столько не живут